Продолжение следует... 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 но я нет но я тоже разбираюсь в делах украины и в ее так сказать история проблематики а что вы в это вы только с украинцами беседуете кто тестах с украины у них вы от них не можете получить объективную информацию потому что страна тоталитарно они может высказывать только те взгляды которые касаются генеральной украине в настоящий момент но как при коммунистах было жесткие времена там сталинский например да или как сейчас северной кореи объективную информацию вы в рулетке вряд ли кто именно с украины будет излагать если она отличается от повторяю генеральной украине ну да какие у вас вопросы по украине есть или может прогнозы прогнозы в каких границах останется украина по окончании этого конкурента 100 лет назад уже было у ссср сср был образован 101 год назад ну сто лет назад нет это было это было сто четыре уже не было и когда было это сто четыре года назад в 1923 году поляки откусали запад украины ну да даже пораньше в двадцатом году в двадцатом там еще под варшавой были в двадцать первом но неважно ну да я в курсе мы с вами по это же обсудили а это не с вами обсудили с предыдущим ну да куда придет на западную украину она плане на западную украину может быть и не придет нам же надо будет куда-то этих переселять ненадежных граждан скорее всего запад украина мы не будем забирать а самую территорию заберем но понятно вы что ассоциируйте красная армия с российской армии ну конечно наш под красными флагами почему под российским вообще-то нет это флаг советской армии учета путаете нет вы просто смотрите посмотрите но некоторые это это не возбраняется некоторые сторонники ссср из числа воюющих и поднимают и им это не запрещает но это же не официально нет официально российской армии в курсе вообще-то что сто лет назад красная армия российская армия были как раз враги воевали между собой под россии до под российской армии это понимается в частности армию официально название армия юга россии под вы попад под управлением деникина это было российская армия и но и не официальное название российская армия официально название армии юга россии они воевали как раз красный army сожалению ну он под тем же флагом шел, но в названии я не помню, у него тоже было слово Россия, но у Деникина точно было слово Россия в названии армии. И, к сожалению, российская армия проиграла красным в то время. Да. А вы что думаете про Америку? Тяжелые времена Америка переживает или нет? Да нет, это Европа переживает тяжелые времена. Америка-то что? Америка, наоборот, так и выигрывает. Америка все это замутила, чтобы думать ей Россию нужно опустить, ей нужно Европу опустить. Как значительно большего конкурента в бизнесе. Вот Европа сейчас опускается. А средства это именно военные действия в Украине, подталкивание Европы на санкции, соответственно, Европа теряет свой экономический потенциал. Тут все... Если бы я, допустим, не был русским, я бы Америке так и поаплодировал за такую качественную работу. Как они качественно Европу опускают? Да, там ни одного современного государства нет. Все, блин, глазками так моргают, а сделать ничего не могут. Это же как в том анекдоте. Знаете, вот про СССР ходил анекдот, что там поспорили Брежнев с Никсоном, когда Никсон такой был президент, который приезжал в СССР с визитом официально. Не слышали? Вот, так анекдот был. Иначе они поспорили с Брежневым, у кого народ более послушный, ну и хвастались. Ну, Брежнев говорит, ну пошли, говорит, на какой-нибудь завод, сейчас выступлю, увидишь, какой народ послушный. Ну, это какой-нибудь троллинг со стороны Брежнева, якобы. Брежнев выходит, говорит, так, здравствуйте, товарищи, завтра, говорит, вас всех будем вешать. А голос из зала. А веревки свои приносить или профсоюз даст? Ну, ну, А вы как думаете, сейчас украинник, чем все закончится? Сейчас я доскажу. Вот так, я сейчас доскажу эту мысль. Вот так и Европа. Аналог этих вот рабочих, которые заболеть. То есть, что им не скажут, то они и делают. А делают во вред себе. Ну, я надеюсь, что не, я буду считать удачным, если Россия освободит от Украины главный ход на Крым. Вот не этот пресловутый мост, который не очень выгоден, допустим, все равно круголя делать, из Москвы, по крайней мере. От вас нормальный, из Уфы, из Москвы, из Питера. Нам нужен главный ход, как все время было, как цари ездили, через Курск, Белгород, Харьков, Александровский, Мелитополь, на Крым. Прямая, прямая дорога. Вот это, если дорога, это значит, нужно освободить Харьковскую, Запорожскую полностью и восток Днепропетровской области. А это Левобережная Украина, надо все забирать. Ну, это, я вам повторю, это будет уже удача, если части Левобережной заберут, потому что я перечислил. Главный ход на Крым. Вся это еще лучше. Вся Левобережная Украина плюс Одесса. Это будет супер, да. При этом, значит, соответственно, города по Днепру будут разделены. Город Днепп современный будет разделен на город Екатерино-Ставль по левому берегу и мысто-Днепро по правому. Равно, как и город Киев будет разделен на город Киев и мысто-Киев по левому правому берегу. Это будет оптимально, да. А вы как считаете? Я считаю, что кроме западной Украины заберут все. Ну что, в Винниске заберут за счет? Винниску. Да, почему? А потому что они, просто у них не будет выхода у народа населения. Вы считаете, что Украина не должна остаться как государство в составе нескольких областей хотя бы? А кто долги? А кто долги? Она не сможет существовать. А кто долги будет отдавать? Западам? Никто. Никто не будет отдавать. То есть, вы считаете, что Запад все простит, все долги сказать, ладно? Не то, чтобы простить, просто у него не останется будет договорняк. Сейчас же нужно как-то сохранить лицо, пока армия истекает кровью. Нет, я понимаю, поэтому для Запада выгодней, так сказать, какую-то иметь территорию, которая и должна. это, я думаю, будет в составе правобережной Киевской области, Винницкой, Хмельницкой и Житомирской. Возможно, Черниговской, я так думаю, но это моя субъективная мнение. Черниговская, смотря, как дальше будет развиваться, если Белоруссия войдет, что будет война? Ну, Черниговская, да, скорее отойдет. Ну, будем добрать себе. Да, да. Спасибо, спасибо за беседу. с точки зрения, что чем больше коэффициент ингибирования, тем эффективнее сам процесс. А вы? Ну, не знаю. Я, как бы, не могу сказать, что я согласен с этим. У вас, кстати, сейчас стрим или нет? Нет. Ну, хорошо. А вы откуда, если не секрет? Белоруссия в Гомель. Гомель, да. Ну, я, я даже, по-моему, на вас подписан. Сейчас, правда, сходу не назову название вашего канала, но потом найду. Да, у меня нет никакого канала. Ну, значит, похоже на какого-то, тоже, Гомель. Ну, хорошо. А кто у вас по специальности, если не секрет, или по образованию? Да, вообще, никто. Ну, типа, я закончил школу, и все. А, то есть, в колледже не учились. Но работаете кем, и в смысле? Ну, работал, там, грузчиком, потом дворником, и сейчас работаю продавцом. Ну, лицо у вас более интеллигентное, чем в профессии грузчик-дворник. Ну, ладно, бывает. Это все, как бы, стереотипы. Да, я понимаю, я понимаю. Я просто, как бы, не пью, поэтому более-менее, как бы, выгляжу как-то, ну, не так, как складываются стереотипы у людей относительно тех профессий, на которых они работают. Ну, я вас понял, я вас понял. Ну, Ну, я вот увидел у вас русский флаг, и я могу предположить, что вы за Россию, правильно? А где вы видели русский флаг? Ну, у вас там на сцене, вот, бежит. А потом украинский. Кто был флаг Харьковской республики, кстати? Это был флаг Харьковской республики? Да. В 1900... Ну, он там просто нечетко видно, как я увидел. Сейчас просто много солнца, поэтому надо выключить. Вот он, вот он опять. По выводу вообще каких придерживаетесь с точек зрения касаемо Украины? Я сторонник фрагментации Украины на нескольких государств. Угу, так. И какие части, ну, то есть фрагментации, на сколько частей, кто куда и зачем? Ну, оптимальная на 3-4 части. Запад, запад возвращается в Польшу, в Бенгрию, то, чтобы как было до 39-го года. Донбасс, Харьков, Запорожье. Ну, Донбасс и Харьков либо возвращаются в Россию, как было до 1918-го года, пока большевики не предали эти территории русские. Либо образуется государство-сателлит типа Белоруссии. Ну, вы понимаете, к чему поведут в Квази государства такие? К чему? Ну, то, что стран станет гораздо больше. и чем это плохо? А как они смогут вообще как бы какого-то объяснить? Как они смогут самостоятельно существовать в Квази государстве? Ну, какие маленькие, как ДНР, ЛНР, к примеру. самостоятельные. Как может существовать та же Босния или Словения, которые меньше, как любой области современной восточной Украины? Меньше намного Харьковской, меньше Донецкой. Они разочувствуют как-то. Ну ладно, это в принципе выбор самого народа, мы на него будем застряться не будем. А хорошо, вы назвали две стороны, а третья часть куда отходит? К кому? А третья остается разной Киевы, Винницы, Хмельницкий остается собственно Украиной, уже урезанной до справедливых границ. А как вы считаете, как западная Украина отнесется к тому, что ее присоединят к Польше? Я думаю, в припрыжку побегут. В Польше более высокий уровень жизни, по крайней мере, сейчас, чем в Украине. Ну, большинство, я имею в виду. А вы как думаете? Я думаю, что они крайне негативно отнесутся к этому. Почему вы так думаете? Потому что они все хотят, чтобы Украина была незалежной. Ну, так уж и все. Я думаю, процентов 22-24 из них хотят, чтобы Украина А вот теперь смотрите, что у нас получается? У нас получается уже конфликт интересов, правильно? Нет, вот меня это фраза не очень грамотная все. Я хочу, когда мы оперируем большими числами, статистикой, тут никогда нельзя играть, что все. Вы оперируете тем, что вы говорите, что все побегут при прыжку. То есть, я так же могу сказать, что все не согласны. Но я не сказал, что все, я сказал, что большинство. Не, но вы сказали, что побегут при прыжку. снова все я не говорил. Я согласен, да. Это называется конфликт интересов, правильно? Будут люди, которые скажут о том, что они не хотят присоединяться к Польше, правильно? Я понимаю, любое изменение геополитической ситуации это конфликт интересов. А как геополитически это изменит вообще ситуацию глобально вообще, то, что часть Украины присоединится к Польше, как-то глобально вообще на ваш взгляд отразится на политику. по-моему, это не какая-то глобальная глобальная изменение. Я согласен глобально или как просто народу, который отойдет к Польше, будет повысить свою жизнь. смотрите, получается у нас следующая ситуация. Значит, глобально это никаким образом не будет влиять, правильно? Соответственно, конфликт интересов это внутри политический будет момент, То есть, одни скажут, да, другие скажут нет. И найдется, как бы, начнется такая гражданская революция своего рода, правильно? Ну, вряд ли. Дело решается цивилизованным референдумом. Так захочет большинство как заходит большинство таки референдумы вообще могут вообще в мире происходит вообще легитимное референдумы все референдумы выборы во всем мире. Ну, на ваш взгляд субъективно во всем мире они нелегитимны. Другое дело, они справедливы или подтасованные бывают, это да. Ну, как вот Сталин сказал, то есть, не важно, кто голосует, важно, кто считает, да, совершено, легитимность их не оспаривается. то есть, вот этот момент референдума, то есть, его, в принципе, теоретически, можно решить, правильно, в сторону Польши, к примеру. И, естественно, они, ну, то есть, какая-то определенная часть населения будет не согласна с этим. Совершенно верно. Совершенно верно. Так, а если это Западная Украина, через эту Западную Украину происходит, проходят у нас все потоки, да, в восточную, ну, для поддержания военных всех структур, правильно, то есть, Европа же все идет, вся техника у нас идет, правильно, то есть, сейчас там происходит некое условное, так скажем, склады, которые начинают заполняться, после чего, после, так скажем, давайте представим, просто, что вот пошла фрагментация, да, после чего, ну, такое может быть, то есть, мы и рассуждаем с вами, после чего пройдет референдум, украинцы скажут, там, одни согласны, другие не согласны, и возьмут, и вот этим несогласным выдадут оружие, и скажут, ну, защищайте свою землю, нет, ну, смотрите, мы с вами беседуем о поствоенном устройстве Украины, во время войны это вряд ли произойдет, закончится война, нет, так мы говорим, что после войны, начнется фрагментация, вряд ли там, есть, есть мировой опыт, проведение референдумов в цивилизованных странах, в том числе, по отделению, а вы, кстати, по поводу Украины, я вам сказал, назвал свою позицию, а ваша какая позиция, по Украине, вы что ей пожелаете, или прогнозируете? Ну, я хотел бы, я хотел бы пожелать Украине навести порядок в своем огороде, для начала, этого власти, да, то есть, не думать о том, да, как сделать так, чтобы соседу было хуже, а думать о том, как сделать так, чтобы нам жилось хорошо. Ну, логично, я более конкретный вопрос задам, в каких границах, по вашему, будет Украина, по окончании данного военного конфликта? Ну, дело в том, что он не закончится, то есть, он, ну, для России, там, как-то закончится, он дальше будет продолжаться, но я думаю, что, ну, 7 областей точно Россия заберет. 7 областей, какие можете перечислить? Ну, Одесса, потом ДНР, ЛНР, Мариуполь, Запорожье, но Мариуполь, это не область, нет, там уже забрали, 4 вы перечислили, Одесса, Одесса, 2 донбасских и Запорожье, 4, еще 3 таких. Ну, я думаю, что весь вот этот канал, до Предднестровья они заберут себя, потому что надо России выход в море. А Харьков? Харьков, я думаю, что да. Харьков более нужен России, чем выход к морю, поскольку Харьков, это прямой коридор на Крым, через Харьков, Александр, в современной Запорожье. А портов у России и так хватает, хотя Одессу неплохо бы взять, но таких портов, как Одесса, есть порт Владивосток, не слабее, чем Одесса. Владивосток, это, конечно, хорошо, но... порт Мурманск, выход в море, как бы... Порт Новороссийск. Я же не говорю, это хорошо бы, но более важно Харьков взять, это, конечно, субъективное мнение. Ну, смотрите, то есть, как бы, как вам так сказать, смотрите, вот есть Черное море, правильно? Так. вот у них есть выход, получается, Одесса, там, и Херсон, в том числе, потом Мариуполь, да, Ростов-на-Дону, это уже их... Нет, я понимаю, просто у России и так два больших порта, Севастополь и Новороссийск, в Черном море. Но... Будет Одесса, хорошо, не будет Одессы, как третьего порта, тоже Россия будет сильна в Черном море. Ну, смотрите, здесь уже идет, как бы, логистика, то есть, задача Российской Федерации отрезать вообще всю Украину от выхода в море. Ну, это было бы идеально, я с вами согласен. Я просто говорю, что Харьков важнее, чем отрезать Украину от... для России, потому что это царский ход прямой на Крым и на Кавказ. Главный ход железнодорожный, автомобильный. Но это, повторяю, это опять-таки мое субъективное мнение. А так, конечно, неплохо бы и то, и то, чтобы было. Согласен. Ну, я думаю, что как бы основная глобальная цель это именно вот этот весь коридор до Приднестровья собрать. Ну, то есть, весь отрезать просто Украину от выхода в море. А все остальное там уже... я уж услышал вас, я же не отрицаю. Всех благ, там три канала все мои, жду вас. Всех благ. что-нибудь умное скажи. Что-что? Я вот на Медник купил полное собрание свиньи Степана Андреевича Бандеры. Вот ты... еще. Ну, слушай, в 302 томе он развернул заочную дискуссию с самим Резерфордом. Слышал такого, Резерфордом. кто-то таки был в Резерфорд. Вот, он и вот в школе химии изучал строение атома ядро и вокруг него электроны по окружности. Ну, как искать? Анти... Бизон слева, антилопа, сзади у тебя как? Что-то не бачу у вас не бизон, а антилопы. Ну, все, были, ушли, убежали, это же природа. Я поняла, я так поняла, вы курите там что-то? Да нет, у тебя нормально... У тебя нормально, есть вопросы какие-нибудь? Так, известно, звитки. Я Торонто слышал? Не, Ну, географию в школе нужно было учить, а не покупать. Да я географию пропустила, потому что я жила в Соли и там, короче, автобус забрал с пятого урока. А я Россию пропускала, то стояла. Ну, доброе. Вы из России, да? Торонто это Канада, я же говорю, могла бы уже в зрелом вороте выучить, но не важно. Есть вопросы. Как вы относитесь к войне российской? Ну, негативно отношусь. Я бы предпочел, чтобы Украина фрагментировалась мирным путем, но не получилось. Так не получилось. В смысле? А вы не хотите, чтобы Россия именно с мирным путем? Нет? Да мне как-то все равно. Меня больше Украина интересует, потому что я из Харькова уехал. А, вы из Харькова? Ну, да. А вы за Украину, штаб? Против. Потому что Украина паразитировала десятилетиями на харьковском научном, природном и индустриальном потенциале. Вы серьезны? Как это так? А ничего, что наши сейчас бляха в Харькове везде типа, как бы ничего? Ну, плохо. Вот из-за них Харьков бомбят, что у вас ваша высушенная шваль. Почему? Чему за них? Вообще-то, это из России. Ничего так? Где? Я себе сказал, откуда я. Из-за России, кажется, все началось. не из-за России, из-за того, что высушенная шваль занимает крышу домов и занимает квартиры для обстрела. Им нужно было отступить от Харькова. Тогда в Харьков не бомбили. Вы серьезны? Да. французы грамотнее поступили, чтобы, потому что это самое, это вся высушенная шваль и кирпича Харьков стоят. Так же самые италии, все сейчас принимают украинцы. Ничего так? Ничего так. Дядя, это вы походу биографии на МЧТ? Ничего так. У тебя есть нормальный вопрос? Не подгорай. Я же тебе объясняю. Так какие нормальные вопросы? Я вам только что задала нормальные вопросы. Вы даже не на них опять идите спали. Я же... Не смог ответить так, как ты хотела. Ну ладно, я вижу, что вопросов нет. Ладно, давай все. Это капец. Не долго музыка играла, не долго, пока я танцевал. Ну не наживай, не называйте город, успокойтесь. блядь, блядь, в этом и проблема. Я и так вижу... Начинаете с нормального, ни о чем. Я тоже могу сказать, ни о чем вы. Я и так вижу, что вы... Что проблема? Я и так вижу, что вы из Киева. Да ни в чем. Я спрашиваю, в чем проблема, ни о чем. Успокойся, сиповка киевская, я же говорю, ни о чем. Вы меня не успокаиваете, о, начинается, блядь. Уже закончилось. Нормально? Есть все вопросы? Дедуля, не надеться. Так а что ты, сепар или шар? Сепар. Прозападный причем. Прозападный? Да. В смысле, ну, поддерживаешь операцию специально? Нет, не поддерживаю. А, ну, ну, респект. Я предпочел, я предпочитаю, чтобы Украина, Украина фрагментировалась мирным путем, а не военным. А, ну, не получится так. Могло бы получиться, если бы Украина была цивилизованной, как Чехословакия в свое время. Не знаю, блядь, выходи на пенсию, блядь. Успокойся, сиповка киевская. А за себя он был совсем не разговорник. Да дураковаляне. Разговаривать, разговаривать, он так говорит, реально. Почему же тогда в утилитарном государстве, правильно, утилитарное государство, правильно? Великобритания, утилитарное государство, Германия, утилитарное государство. У них есть один... ...в соседней стране. 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Слушай, Карпов, сделай обид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Мы не слушаем. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские это какой чей отвечает? Воронеж передали в 1922 году в Воронежской области. А в 22-м году Ливская область где была? В Австро-Венгрии. Опа, так это не было еще? Ну еще. Уровень интеллекта у Миколы Рушницера в самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или так его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Озовского моря. Хороший. Без лишнего шума узнаю, кто сейчас здесь стримит. Зарабян первый секретарь Армении. Первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и Зарабяном завтра и... Совместный стрим. Это очень опасно. Хохлов и Леню пока тоже держи на прицеле. Они могут переметнуться и нас подставить. Аркафорский был. Мы сделали украинским углом и начинали. Пытаясь. Да? Да. Украина, которая... О, все же. Мы по-клинической... ...типа гостиницы еще раз заявляю. Власть только в той области четвертая и сильная. Мы не позволим украинским учить нас жить. Я благодарю вас. В Харьковской области не будет ни Донецкой, ни Гмонской власти будет только в Харьковской... будет только в Харьковской власти. Но ты мне улица родная в Харьковской области и в небо году дорога... Харьковской области Небо